Артист должен платить налоги. Если доход превышает определенную сумму, то необходимо зарегистрировать индивидуальное предприятие. Но делают это не все, чтобы не укрывали реальные доходы. С этого года решили усилить контроль. Как это будут делать, расскажет Полина Чехичина. Деятели шоу-бизнеса, годовой доход которых превышает 250 тысяч тенге, обязаны зарегистрировать индивидуальное предприятие. Но делают это далеко не все. В связи с укрытием реальных доходов казахстанских исполнителей, с этого года власти усилят за ними надзор. Как именно это будет происходить, сейчас решается в правительстве. Я не скажу, что все эти платильщики в полном объеме заплатили налоги, поэтому администрирование в этой отрасли в этом году активизировалось. Поэтому в случае выявления лиц, не имеющих регистрацию, оформляется административный протокол и материалы направляются в суд. Некоторые казахстанские звезды негодуют. Было бы с чего взимать налог. Концерты давно перестали приносить прибыль. Певица Жанар Айжанова признается, что с вычетом налогов и расходов на организацию, за одно-два выступления она зарабатывает не более 100 тысяч тенге. Поэтому в то время, как западные исполнители гастролируют по миру, чем и зарабатывают свои миллионы, наши таланты не могут вырасти из рамок отечественного той бизнеса. Вообще-то это неправильно. Почему неправильно? Потому что наши артисты так не зарабатывают, как зарубежные артисты. И у нас таких условий нет, чтобы артист выезжал за границу, там как бы пел, выступал. Комитет по статистике сообщает, за последние шесть лет число концертов в стране снизилось на треть. Организация выступления в Алматы – удовольствие недешевое. Например, аренда Дворца Республики обойдется творческой персоне в 25 тысяч долларов. Поэтому известные поп-певцы и не могут покинуть порочный круг заказных банкетов, которые никаким образом не документируются и не декларируются, а значит, тысячи долларов не облагаются налогом. Я просто не понимаю, как это все будет отслеживаться, потому что мы, как казахи, певцы, артисты, выступаем у родственников, у друзей. Там бывает бесплатно где-нибудь споешь, бывает благотворительный вечерок кинуть. Поэтому, если налоговики будут прям по всем свадебам, по всем мероприятиям, ходить за руку, ловить за микрофон, говорить так и так, сколько ты здесь заработал, ну-ка покажи отчетность, мне кажется, это нереально. По данным Департамента государственных доходов, на сегодняшний день в Алматы в сфере шоу-бизнеса работает около 200 юридических лиц и 453 индивидуальных предпринимателя. За прошлый год в государственный бюджет алматинские исполнители внесли 45 миллионов тенге.